В трех последних турах Балтика дважды проигрывает дома и увозит нулевую ничью из Хабаровска. Очки самой западной команде страны набирать необходимо, пусть и против лидера. В свою очередь Оренбург после двух ничьих жаждет победы. Я только за победу. 2-1 победим. Мы сегодня выиграем 3-0. 2-1 фамилия. Папаха – это символ нашей победы. Как пришлось, знаете, одел ее один раз, поддержать свою команду с флагом, чтобы обратили внимание, чтобы начали болеть. Ну и так-то прижилось это. В первом тайме идет равная борьба. Главный арбитр встречи Маскалев судит премьер-лигу и сходу начинает щедро раздавать желтые карточки. В середине первого тайма после игрового столкновения поле на носилках покидает Эктов – диагностированное сотрясение мозга. На замену впервые в нашем составе выходит Басни из Гойкович и чуть не первым касанием делает передачу через все поле. Мяч попадает к другому балканскому футболисту Шкофлику и тот наносит неотразимый во всех смыслах удар. Жига забивает уже свой четвертый гол. Тут же у славянского легионера возникает прекрасный шанс на дубль, но замкнуть прострел перед пустыми воротами не получается. К перерыву 1-0. Пошире немножко будут играть, я думаю, еще забьют. 2-0 выиграем. А, ясно. Согласны с сыном? Да, надо сейчас быстренько еще второй гол забить, потому что, как обычно бывает, до конца терпим-терпим, а потом пропускаем. Откуда вы? Ганна. А каким образом здесь? Ну, футбол. Ну, я брат Джуэл, фамилия. Во втором тайме хозяева удваивают преимущество в счете. Атакуя правым флангом, ткачу бьет с острейшего угла. Мяч по немыслимой траектории влетает в дальний угол гостевых ворот. По стечении часа игры лидер чемпионата ведет 2-0 дома, и вроде бы все хорошо. Но, видимо, рано уверовали в победу. За оставшееся время Балтика переворачивает ситуацию на поле. Гости очень ответственно относятся к реализации своих моментов. Сначала в скоплении игроков в нашей штрафной балтийцы выигрывают борьбу в воздухе, а чуть позже еще раз наказывают хозяев за недоработку в обороне. Преимущество в два мяча улетучивается как дым. Атака есть. Мы 2-0. Выиграли, потом 2-2. Вот так не можно. Мы хотим быть чемпионами, так что нельзя откатываться в таких матчах со счета 2-0 до счета 2-2. Я рад своему голу, но нашему результату в целом не рад. Перерывы сделали коррективы и, в принципе, замены усилили очень сильный матч. По итогам двух таймов, наверное, справедливо ничей. На 85-й минуте, получив вторую желтую карточку, удаляется Козлов. И оренбуржцы больше озабочены тем, чтобы сохранить хотя бы ничейный результат. В итоге финальный свисток фиксирует 2-2. Оренбург третий раз подряд играет в ничью. У нас только очко. В последние три игры всегда забираем только очко. И нам надо искать победу. Несмотря на пробуксовку, Оренбургу хватает запаса прочности, чтобы по-прежнему оставаться во главе турнирной таблицы. Хотя отрыв от преследователей, казавшийся гигантским, сокращается до расстояния одной победы. Субтитры создавал DimaTorzok